Как раньше называли город Санкт-Петербург? Ленинград. Ну, когда раньше? Ну, раньше. Ну, раньше Ленинград. Не Сталинград? Нет, Ленинград. Хорошо. Что тяжелее, килограмм кирпичей или килограмм ватт? Будет одинаково. То бишь, если тебе на ногу бросить килограмм кирпичей и килограмм ватты, будет одинаково? По боли будет одинаково? Да, так и будет. Хорошо, держишь шоколадку. Что скажешь? Волнительно. Чему равно пи? 114 и там миллион цифр. Понятно. А формулу дискриминанта знаешь? Нет. Тебе нафиг она надо, да? Ладно, хорошо. Сколько сторон у куба? Шесть. Держишь шоколадку. Какой самый маленький материк на планете? Австралия. Почему Австралия? Потому что самый маленький материк. Столицу Австралии-то знаешь? Ну, ладно. Нафиг тебе столица. Неинтересная штука. Так, какие страны входят в Прибалтику? Ты боишься, Женек? Ну, давай я тебе подскажу. Литва входит? Да. Латвия входит? Еще какая третья? Польша. Польша. Она же ограничится с Латвией, правильно? Да. Почему ты так отвечаешь? Я не знаю. Так, самые низкие горы в России. Самые низкие горы в России? Ой. Уральские? Уральские. Нифига себе, у тебя два из двух. Сейчас точно победишь. А второй вопрос. Самый маленький материк на планете? Сейчас. Либо Антарктида, либо Австралия. Сейчас я подумаю. Австралия. Не Антарктида. Антарктида. Я не знаю. Или Гренландия. Самый большой полуостров в Европе? В Европе? Аравийский? Нет. А, нет, это не Европа. Не, я вот так не знаю. Ну ладно, хорошо. Следующий вопрос. Какие бывают виды облаков? Облаков перистые еще есть. Хотя еще есть. На этом и закончили, да? Видимо, да. Облаков нет, чтобы тебе показать, да? Ладно, только перистые и дождевые перистые. Когда мы ближе к солнцу? Зимой или летом? Летом, логично. Почему? Ну, лучше солнце падает на экватор и тем самым отражается. У тебя два из двух. И как думаешь, ты правильно ответил? Да. Нет. Нет. Самая большая страна по площади? Россия. Ну? Почему не Канада? Ну, потому что это факт, что Россия самая большая страна. Она, по-моему, занимает 1,8 часть всего мира. Четенько, четенько. Такой вопрос. Правда ли, что все девчонки ведутся на бабки? Да нет, можно. Кто не будет носить? Давай так. Ну, давай я тебе дам сотку, а ты скажешь на камеру, что все девчонки ведутся на бабки. Ну? Нет. Нет. Я сама и заработаю. Вот. Все четенько. Два конца, два кольца, посередине болтик. Что это такое? Ножницы. Нет, 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 нет. Это не ножницы. А что же это? Можно повторить? Два конца, два кольца, посередине болтик. Может, душ? Почему? Возможно, душ. Можно много примеров привыкнуть. Отлично. Не огонь, а жжется. Что же это? Не огонь, а жжется. Как думаешь, вода может? Да нет. Или это правильно ответы сказали? Это вода? Да. Ну, нормально. Кто придумал таблицу Менделеева? Менделеев. Логично, да? А как его фамилия, отчество? Не знаю. Кто написал второй том «Война и мир»? Полстой, Лев Николаевич. Вот тут ты знаешь, держишь шоколадку, что скажешь? Ну что, учитесь, господа. Когда мы ближе к солнцу, зимой или летом? Летом. Почему? Ну, потому что лучи падают не от кости, а наоборот, а прямее. Пободрее, да? И того нам жарко. Все, когда крутимся, температура побольше, поэтому ближе к солнцу. Ну, неправильно. Так, а самый большой полуостров в Европе? Полуостров. Ну, балканский там полуостров есть. Ну, балканцы, пускай, я больше не знаю, полуостров. Пускай будет Балкан. Держи денежки. Спасибо. Куда будешь тратить деньги? Когда была отечественная война? 39-й. А закончилась? Про-первых. Что ты несешь? Отечественная война. Когда напал Наполеон? 1612-й. Ну, когда была отечественная война? 1612-й. Теперь ты знаешь немножко больше. Как ты относишься к вакцинации? Мне противопоказано. Почему? Я астматик. А как ты вообще к этому относишься? В целом хорошо, но то, что она как бы не обязательно, но обязательно, к этому плохо. Ты как наш говоришь. Как наш, как чей, как русский. Какой самый большой внутренний орган человека? Печень вроде бы. Это правильный ответ. А самый большой наружный орган? Ноги. Ноги? Ну, туловище. Туловище. Ну, пускай будет так, ладно. Столица республики Беларусь? Минск. Столица России? Москва. Столица Китая? Шанхай. Столица Японии? У меня вылетело из головы. Хорошо. Столица Франции? Париж. О Великобритании? Лондон. О Монголии? Не знаю. Ладно, последний вопрос. Ключевой. Столица Австралии? Там такое слово на S-город. Сидней, что ли? Сидней, да. Ну, держи. Спасибо. Шоколадку? Какой самый большой наружный орган человека? Наружный? Типа сердце, печень? Наружный? Нет, он у парней есть. А, ты понял, да? Можно говорить? Ну, Лен, наверное. Ну, ладно, пускай будет так. Хорошо. Хорошо. Столица... Столица Республики Беларусь? Минск. Столица Франции? Париж. Столица Великобритании? Лондон. Столица США? Вашингтон. А столица Японии? Токио. Держишь шоколадку? Спасибо. Ты молодец. Что скажешь? Удачи подписчиков, миллион подписчиков. У вас нет еще миллиона? Нет. Нет, желаю миллион подписчиков. Класс. Заканчиваем. 3.14. А, ну это ты знаешь. Когда была Вторая мировая война? 1939. 1945. Вот так вот нужно учиться. Столица... Столица Китая? Пекин. Короче, все это знают уже, да? Это легко. А биология? Столица Португалии? Лиссабон. А сколько было президентов у нас на посту? Ну, точно больше шести. Там не больше пяти. И не больше четырех. Почему? И не больше трех. Почему? Держи шоколадку. Спасибо. Что скажешь? Что я тупая? Сколько букв в русском алфавите? Серьезно? Я давно сдала ЕГЭ, я уже ничего не помню. Ну вот, сколько же там букв? Давай без твердого знака. Ну, давай с ним, хорошо. Ладно, подскажу тебе. 32, 33 или же 34? 32. Пускай будет так, ладно. Как пишется малозначимый? Раздельно, слитно или через дефис? Слитно. На 100% уверена? Да. Ну ладно, хорошо. Так, сколько звуков в слове рысь? Один звук. Один целый звук? Да. Потому что мягкий знак не считается? Мягкий знак не дает никакого звука. Хорошо. Почему ты тихонько разговариваешь? Я так всегда разговариваю. Потому что молодец ты, да. Ладно. Как во множественном числе будет шило? А шило бывает во множественном числе? Ну, естественно. Мне кажется, не бывает. Кирпич во множественном числе как? Кирпичи. А шило? Шилы. Шилы. Как пишется малозначимый? Слитно, раздельно или через дефис? Слитно. Почему? Не через дефис. Потому что это прилагательное. Хорошо, пускай будет так. Так, где в слове стоит суффикс? В слове? Да. Между чем? Между корнем и окончанием. И только... Ладно, давай по-другому я тебе задам вопрос. Что такое прилагательное? Можно же подумать правильно? Ну, давайте я просто подскажу. Три главных составляющих сказать. Ну, это часть речи? Так. Какая я вспоминаю? Это не служебная. Ну, давай дальше. Она обозначает качество предмета? Ну, похоже. Ну, ладно. Засчитываем. Почему Китай считается самой большой страной в мире? Потому что там самое большое количество жителей. Вот оно. Вот оно решение всех этих проблем. Так. Как во множественном числе будут Шила? Шила. Ну, давай считаем до пяти. Да подожди, я думаю. Ну, Шила, наверное. Давай я тебе дам ответ. Ты подрастроишься, наверное. Шилье. У меня было, кстати. Как во множественном числе будет Дупло? Дупло. Дупло. Сколько букв А в слове Москва? Одна на конце. Ты серьезно? Москва. Ну? Одно. Одна А на конце. Одна буква А. Давай по-другому. Как ты относишься к этим гетеросексуалам? Положительно отношусь. Ну, я же гетеросексуал. И вы гетеросексуал. Наверное. Или нет? Наверное. Что ты говоришь такое? Ну, ладно. Хорошо. Сколько прямых можно провести между двумя точками? Одну. Ну, я с геометрией тоже не очень лажу. Точно уверена? Нет. Ладно. Сколько слогов в слове ягода? Три слога. Только? Нет. Подождите. Так. В слове ягода буква Я дает два звука. Четыре получается? Получается же четыре. Вот оно все как бывает. Назвать формулу спирта. Ты же химию проходишь? Конечно, прохожу. На нее я не захожу в школу. На биологию, наверное, ходишь? У нас один и тот же преподаватель, поэтому так не катится. То бишь ты не знаешь, сколько хромосом у человека? Я знаю то, что 38. А, у... У Дауна больше хромосом, чем у человека. Ну, типа, 39 это у Дауна, да? Да. Ну, ладно. Хорошо. Так. Давай познакомимся. Как зовут тебя? Валерия. Валерия, я тебе задаю шесть загадок, советских загадок. Отвечаешь правильно, я тебе даю кучу бабла. Замечательно. Загадки легкие. Так что первая будет такая. Ты помни его немножко, станет твердый, как картошка. Что же это такое? Так. Скажу тебе честно, вот если ты помнешь это на улице, точно никто не расстроится. Угу. Станет твердым. Ты можешь даже идти с парнем такая и говоришь, давай я помну, и она станет, как картошка. Вот что же это? Нет. Ну, давай предположение. Без понятия. Это сколько весит зрачок человеческого глаза? Нисколько это дырка. А вот здесь ты молодец. Спасибо. Четко. Да. Маленькая черненькая сморщина есть у каждой женщины. Это последний вопрос, да? За деньги, да. Мужчина ей говорит. Да? Ты, наверное, глупая женщина. А она такая, это моя фа-р-ту-на. Фортуна? Фортуна. Причем здесь она, да? Да. Как раньше называли город Тверь? Может быть, Новгород? Да нет, вроде. Ну да, конечно, нет. А здесь я уже, конечно, не максимально подсказываю, но в целом подсказываю. Давай. Гродно, Гомель или Минск? Гродный. Хорошо. Да? Так. Какая фигура не имеет углов? Круг. Шар. Круг. Какой? Полуовальный или овальный? Что за вопрос? Любой. Любой, ладно, хорошо. Столица Франции. Может быть, Лондон? Или Мадрид? Или Милан? Или Берлин? Или, может, Париж? Может быть, Лиссабон? Может быть, Австрия? Ну, Франция, Париж. Какая фигура не имеет углов? Круг. И только? Круг. Овал. Лето, я уже забыла эти вопросы. Ну, все четко, ладно. Один братец отдыхает зимой, а другой летом. Кто же они? Так. Может быть, паровоз? Нет. Надо подумать. Паровозов уже нет? Я знала. Кто отдыхает летом обычно? Богатые люди, да? Однозначно. А бедные больше отдыхают зимой, да? Нет. Они всегда работают? Да. Давай свой ответ уже. Не оближешь, не встанет. Не встанет. Не влезет. Что это? Ну, это загадка такая, с подвохом. Нет подвоха? У тебя брат есть? Да. Это можно делать с братом. Брат упал такой, да? Что-то произошло, и ты такая говоришь, а давай я тебе вот все это сделаю, да? И все будет хорошо. Обработать рану, мороженое купить. Какой орган у мужчины увеличивается в 10 раз? Так. Как думаешь, это выше пупка или ниже пупка? Ну, допустим, выше. Давай, что там? Ну, так, что же может увеличиваться? Может быть нос? Ну, если с годами только. Не оближешь, не встанет. Не встанет, не влезет. Что это? Сложный вопрос. Так, ну, давай я тебе подскажу. Вот ты идешь, например, с другом со своим, да? Что-то произошло, и ты такая все говорит, давай я тебе вот это оближу. Оно встало, и ты такая все сделала, и ему понравилось. Не знаю. Какой орган у мужчины увеличивается в 10 раз? Может быть язык? Может быть язык. Хотела. Что ты хотела? Язык, да? Нет. Нет. Может быть живот? Нет. Или ноги? Нет. А что же, подскажу тебе, это выше рта находится? Нос. Нос. Видишь, как хорошо? Давай дальше. Сколько углов у треугольника? Три. Точно. Прямо сто процентов. Но это внутренних, есть еще внешние. Ладно, держи шоколадку. Спасибо большое. Что скажешь? Спасибо за шоколадку. Вы хотите, чтобы я потолстела? Дай шоколадку. Мы просто на камеру ударим, и все, как бы. Спасибо. Ну ладно, не расстраивайся только. Хорошо, можно шоколадку? Нет. Спасибо. Давай знакомиться, как зовут тебя? Меня зовут Даша. Даша, что у тебя было по истории? У меня пять, я отличница. Когда была Первая мировая война? В 2017 году.